всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл моих руках meizu 16 не путайте их несколько получается в этом году выпускает эта версия на snapdragon 710 процессор выше среднего скажу о нем сразу процессор процессор реально крутой сам аппарат во многом выглядит очень круто и подкупает и то что есть разъем для наушников например но если недостатки с которыми я не готов мириться и даже удивительно что meizu смогли конце 2018 года сделать телефон у которого есть такие детские болезни как я надеюсь я надеюсь что это детские болезни они недостатки смотрите видео и поймете о чем я говорю приятного просмотра давайте как обычно начнем с внешнего вида телефон черт поделить телефон реально почти прекрасен почти это металл при том черного цвета телефон смотрится просто изумительно вставки пластиковые для приема сети они настолько органично вписаны что их просто практически не видно качество сборки очень хорошая никаких выпирающих камер точнее выпирающие камеры есть но они настолько маленькие что на это и внимание не обращаешь не как все делают уродцев сбоку камеру кто больше при этом сейчас по моему соревнуется под камерами продвинутая вспышка шеститактовая шесть светодиодов кроме того там лазерная фокусировка еще есть но камерах поговорим позже это основная боли этого телефона честно говоря в остальном по внешнему виду полный зачет то есть 6 дюймовый супер амолед дисплей уместили в относительно по нынешним меркам даже по нынешним меркам точнее не такой огромный телефон мне лично телефон держать в руке приятно безусловно даже если вас большие руки ну понятно что вы большим пальцем с трудом дотянетесь до верхнего угла но мы привыкли уже таким огромным телефоном и среди других огромных телефонов он не такой большой не хочется ни за что критиковать телефон по-настоящему интересный в плане дизайна что касается экрана тут не все так хорошо но и не так плохо все-таки это не флагманский аппарат а предфлагманский уровень здесь 6 дюймовый супер амолед экран разрешением full hd плюс это чуть более 400 пикселей на дюйм это вполне достаточно но что касается яркости ребята процентов 15 даже даже не 10 а процентов 15 на мой взгляд здесь она меньше чем у большинства других телефонов которые даже стоит там в полтора раза дешевле например когда я играл в игру PUBG Mobile я прекрасно знаю 710 дракон это просто конфетка молодцы Meizu стали сюда ставить его но мне тупо яркости не хватало я думаю автояркость отключил захожу в игру опять опять не хватает ползунок выкрутил настройки полез думаю может где-то яркий режим включить нифига единственное пожалуйста учите что это наверное больше придирка но как человек который тестирует в неделю по два-три телефона стабильно я обратил на это внимание яркость хорошая слов нет но такая яркость была года четыре назад современные телефоны даже недорогие обычные экраны более яркие вот и все что я хочу про него сказать в остальном зачет пару слов о Qualcomm Snapdragon 710 с памятью кстати у аппарата тоже все хорошо 64 либо 128 гигабайт встроенной памяти поддержка карт памяти к сожалению нет ну берите на 128 должно хватить и 6 гигабайт оперативки тоже зачет 710 набирает в Antutu бенчмарк порядка там 170 тысяч баллов позволяет играть такие тяжелые игры как PUBG Mobile конечно не на максимальных настройках но ближе к ним скажу скажу что этих настроек хватает и в тот же PUBG или World of Tank на 710 играть комфортно то есть это большое уважение компании вот этой Qualcomm Snapdragon что они делают такие замечательные процессоры мне очень нравится этот процесс он один из моих любимчиков наравне с 845 если я честно какой-то глобальной разницы между ними нет обычному пользователю 710 хватит просто за глаза ну и телефон работает разумеется быстро насколько это возможно в оболочке flame который у меня лично есть вопросы но они сейчас тогда и поговорим единственное скажу сразу фишка телефона это конечно же сканер в экране и многим это еще в новинку многим это интересно но это уже не первый сканер в экране уже другие китайские компании тоже делают вовсю пока корейские американские компании спят как их говорил уже не раз китайцы в оси уже внедрили это уже стало некой нормой кроме того разблокировать телефон можно либо по сканеру притом отмечу никакой пленки здесь нет на экране обычно со сканером аппараты иду с пленками либо разблокировка лицом либо пин-кодом выбор за вами так вот что касается оболочки ребят тут у нас мы за 16x так называемый работает на android 81 всего лишь своя оболочка flame 71 ну не нравится она мне она какая-то странная можно конечно тему даже другую поставить но что-то не то не смысле она плохая но вот у меня не было никогда аппарата meizu в прошлом году когда вышел meizu 15 я задумался 16 вроде даже неплохо tej который но все равно не лежит душа у меня к оболочке meizu и все тут еще не сме еще из мелочей я не взялся к цели критиковать этот телефон но мне например вот действительно непонятная политика компании что кнопку назад они как и на пикселях и пиксель я за это критиковал они сделали только суда слева другой стороны есть управление жестами но я к нему так и не привык в отличие от жестов например в айфоне или в сяоми вот мне там они нравятся здесь чуть-чуть все по-другому в остальном оболочка все-таки гибкая она позволяет и настроить цветовой температуры экрана и под себя настроить можно включить опять же это сделано несколько коряво но на заблокированном экране как раньше было лет 15 назад в кнопочных nokia потом в самсунге стало в обычных nokia это так называемый always on display но здесь он не такой красивый как на тех же самсунгах но то что есть это хорошо супер амолит экран это позволяет в остальном ну да по батареи конечно можно включить режим супер режим экстремального энергосбережения оболочка неплоха я говорю чисто субъективные вещи мне она не заходит ладно тогда поговорим о самом больном месте этого телефона это не батарея как вы подумали батарея здесь ничего но самая большая проблема это камеры это какая-то дичь сначала давайте по характеристикам тут тебе и 12 плюс 20 мегапикселей основные тут тебе и 20 мегапикселей фронтальная 6 тактовая вспышка и лазерный автофокус и оптическая стабилизация все вообще звучит классно но почему смартфон делает такие откровенно слабые фотографии я понять не могу я не могу этого понять объясню если телефон стоил там 7000 рублей ему было бы простительно но извините телефон явно стоит дороже и почему получается такие не очень хорошие фотографии мягко говоря ответа у меня нет я очень надеюсь что мы изус может это исправить программно если не исправит это конечно будет очень печально самое интересное что это первый моем проекте телефон который фотографирует отмечу на фронтальную камеру тоже снимки слабенькие но это первый в проекте телефон который по-настоящему неплохо может фотографировать только на фронтальную камеру и в программном режиме отмечу здесь одна камера 20 мегапиксельная обычные фотки мягко говоря не очень хорошие я их сделал поверьте много всегда делаю много фоток а вот с фронтальной камеры в портретном режиме очень даже ничего как ни странно с основной камеры что в обычном что с фронтальной какое бы разрешение не ставили фотки плохие называя вещь своими именами видео телефон пишет формате до 4k 4k видео кстати пишет сносно ну опять же оптическая стабилизация даже full hd я разумеется знаю что она работает full hd даже full hd оптическая стабилизация слабо работает загадка с камерами если честно то просто накосячили жутко ладно переходим тогда к батарее и чтобы убедиться в том что я вам говорил свое мнение составить не поленитесь две минуты скачайте файл файлы точнее я кинул на облако там множество фотографий с этого телефона и напишите свое мнение понравились они вам или нет жду вас в комментариях под этим видео что касается батарейки 3100 миллиампер конечно немного чего тут говорить но здесь 6 дюймовый super amoled дисплей отчасти это спасает ситуацию особенно если поставите темную тему чудес каких-то нет телефон однозначно заряжать нужно каждый вечер будет за счет относительно небольшого аккумулятора 154 грамма то чем я вначале восхищался телефон по-своему хороший красивый харизматичный не очень тяжелый если говорить цифрах то воспроизведение видео на максимальной яркости экрана получилось в районе 10 часов для amoled экрана это немного это принципе норма если здесь было пес экран здесь был бы порядка шести часов шесть половины не больше amoled уже 10 поэтому батарея не так и плоха как я ожидал но и конечно прибавить бы сюда еще процентов 20 3500 3700 было бы лучше если что есть режим экстренного энергосбережения здесь он называется супер режим режим действительно позволяет намного дольше проработал чтоб телефон но в качестве звонилки мой вывод по этому телефону кстати очень важная вещь я вам еще не сказал не сказал стерео здесь нет динамиков я тщательно проверил и на музыке на фильмах здесь нет стереодинамика здесь только один динамик вот этот он достаточно громкий четкий к нему вопросов нет ну как и в большинстве телефонов через земли наушники играет вполне себе хорошо тоже вопросов у меня никаких не возникло когда рассказывал про внешний вид как-то все не рассказал давайте очень быстро с левой стороны лоток две sim карты карт памяти поддержки нет с правой стороны кнопки включения кнопки громкости снизу разъем usb type-c динамик и три с половиной миллиметров разъем для подключения наушников принципе это все сверху есть дополнительный микрофон шумоподавления мой итог по этому телефону внешний вид хороший телефон не очень скользкий приятно металлический не очень тяжелый с хорошим дисплеем super amoled пусть ему и не хватает яркости вот реально в pub mobile мне ее не хватало реально процессор просто огонь в хорошем смысле слова 710 qualcomm snapdragon это супер это сила но в остальном камеры печальные ребята не знаю что искать оболочка личное мнение но не очень нравится поэтому крепко подумайте покупатели mezu 16 обычный 16 точнее x его называют на 710 очень крепко подумайте в любом случае если вам интересно сколько он стоит посмотрите цены на него в интернет-магазине q.ru который этот телефон для теста мне предоставил если вдруг решите покупать этот телефон подумайте надо покупать или нет либо любой другой телефон можете сравнить цены купить на q.ru у вас будет дополнительная скидка в 500 рублей по кодовому слову артстайл все очень просто но я не прощаюсь и как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид кстати по комплекту ничего особенного нет зарядное устройство 2 амперный кабель type-c инструкция гарантия на этом точно все счастливо ну и не забудьте подписаться на канал поставить лайк этому видео так говорят все ютюберы но говорят это работает счастливо